Всем здарова, всем привет, и вы на канале Гамбита. Здарова, ребята, вот и в преддверии, скажем так, новой витрины на Моэля, вот, хотел бы сделать такой, типа, видос по поводу Мигельды, вот, потому что идея как раз персонажа, типа, записать видос именно про Мигельду, в этом есть смысл, потому как, ну, честно, она интересный персонаж, ну, вот, в этом плане она интересный персонаж, и это не пвп персонаж, что очень важно, потому что, скажем так, типа, есть мысли, типа, крутить Мигельду, либо не крутить Мигельду, нужна она, либо не нужна, вот, и, блин, это спорный вопрос, нужна ли нам, типа, красная Мигельда или не нужна, потому что это спорный персонаж, который в приоритете идет на демонических бестов, Это уже очень интересно, вот. Ну и перед тем, как мы начнём, вот, подписывайтесь, лайки, колокольчики, но, типа, а мы начинаем обзор Мигельды, вот. И первый основной момент заключается в том, что это витрина на неделю в конце фестиваля, вот. И нужно просто банально понимать, что, ну, ещё парочка каких-то проходных витрин у нас будет, по идее, так как коллаб. Разрабы обещали в патчноутах. По прошлым годам, типа, у нас коллаб выходил в конце апреля, то есть середина конец апреля, можно уже вполне спокойно ожидать коллаб. И даже зная разрабов, мы можем ожидать коллаб сразу после фестиваля, так что, если что, просто знайте это и живите с этим, если вы, конечно, хотите покрутить коллаб. Потому что следующий фестиваль будет в конце мая уже. То есть к маю, если вы хотите скипнуть коллаб, к концу мая у вас есть время накопить гемы. И вопрос, крутить Мигельду красную или нет? Она делает что-то полезное. Первым скиллом это Салтарит урон и истощение шкалы суперприёмов. Второй скилл это баф, который, типа, снимает дебафы, на второй ранг накладывает бафы сопротивления, плюс 30% сопротивления. Вот. И так же самое, типа, третий, ну, блин, просто тебе баф на сопротивление, так же самое, типа, как у... Синий Элат, если вы знаете такого персонажа, вот и у неё такой же самый скилл. То есть это просто Элат. Вот, ультимейт от силового удара, 360%, тебе при прокачке 945. Реликвия старой Мигельды при... Реликвия Мигельды, но при этом пассивка. Мне понравилась ей, вот реально, что? Мне понравилась её пассивка. Типа, на демонических бестах. Кстати, интересно то, что нет указания, что на одном. Походу, на всех. Просто реально, по идее, как она должна работать на всех. На бестах, типа. Когда, типа, герой использует скилл, то есть, Мигельды используют скилл, увеличить союзникам связанность хп статы на 6% и так до 30. То есть, 5 скиллов скинули, типа, Мигельды, и всё, типа, пожалуйста, у вас фуловый стат этой пассивки. В принципе, логично. И увеличить ультимейт, ну, шкалу суперприёма на 1. И такой, блин, а я вроде бы где-то это видел. Вот, мне так кажется, что где-то такое я уже видел, да? Типа, увеличение стат, заскидыванные карты. Ой, только на 10% и 4 раза, а там по 6% до 30%. То есть, тут 40, там 30. Вроде бы, разница, как бы, ну, большая. Ну, типа, 10%. Но всё равно, вроде бы, что такое, типа, видел, но это сколи и хати. А здесь получается исключительно на всех бестов. Ну, потому что приписки нет. Я не знаю, возможно, типа, это опечатка, но здесь пока нет приписки. Это интересно. Вот. И когда герой, типа, снимает дебафы своим скиллом, вот, восстанавливает 20% от максимального хп. Тут интересно будет то, что, типа, возможно, вот эту приписку уберут с релик. Вот. Ну, у нас есть хил, у нас есть увеличение, связанное с хп-характеристиками. И возникает вопрос. А в чём проблема у этого персонажа? А я не знаю, зачем он... Вот, честно, я не знаю, вот, зачем, вот, у меня, я теряюсь в догадках. Типа, ладно, окей. Я сейчас фармлю, скажем так, типа, всех бестов, ну, типа, вот, нового беста, да, типа, через Фрею. Но на Нитхеоге вроде как очень плохие релики. Типа, зачем? Ну, ладно, их надо фармить. У меня просто непонимание стоит. И всё. То есть у нас есть Фрея с реликом, которая, ладно, она по большей части идёт для китов. То есть киты могут нормально, типа, сидеть, гриндить Нитхеога, типа, забирать все релики. Я, как бы, уже забрал все релики. Я, в принципе, все релики собрал в игре, которые только можно было собрать. Я, наконец-то, сделал, получил ачивку, так чисто для себя. Во. Но у меня команда, как бы, есть Маэль Фрея, типа, да. Мигель, да, она ж неизвестный персонаж. Она не будет играться с Маэлем. Она не будет играться... Она ломает половину релика Фреи. Типа, собирать команду с неизвестных, типа, вместо Эллаты ставить... А где урон брать? Просто вопрос заключается в том, что Фрея именно в этой команде, в этой пачке, она выступает не то, как персонажей, который бафает команду на ХП статы. Она, в принципе, бафает, типа, все статы. Не все статы, все базовые статы, вроде как. А не, все статы. Союзник на 4%, каждый раз, когда, типа, наносит, типа, и так 5 раз. То есть, 20% всех стат она апает на Нидхиоге. И это хорошо. И плюс, помимо этого, за каждого, типа, союзника богини увеличивает... Следовательно, атак характеристик на 10%. У нас, типа, 4 союзника, там, типа, 30-40% она получает. И это урон. Маэль тоже очень сильно дамажит из-за своей пассивки. Из-за того, что у нас идет все персонажи. Персонажи это архи, и он за всех архов получает 7% всех стат. То есть, у нас есть Маэль, у нас есть Фрея. Да, они сделали такую идею. Они сделали такую формацию. Под Нидхиога как раз. И она хорошо играет. Она реально, он очень стабильненько, хорошо играет. И если Маэль там 5-й, 5-й, либо 6-й ультимейт, там вообще разрыв. Там просто разрыв. Я гриндел два этажа, вообще не чувствуя змеи. Я третий этаж прошел на этой неделе со второй попытки. Вот, чисто потому, как, типа, на первой попытке мне плохо зашли карты. Бам, у тебя был ужасный кордров, и я тебя пролетел. Но мы, нам уже дали формацию. Да, окей, хорошо. Это только Нидхиог. Нидхиог нужен кому-то. Вот серьезно, здесь есть 4 реликвии. Нет. Не интересно. Нет. Ну, у нас, наши персонажи, возможно, такого нет, для того, чтобы этим персонажам, типа, гриндить, типа, Нидхиога. Зачем эти релики? Типа, чисто БК-коробки? Ну, типа, ну, извините, но нет. Я понимаю, с Колей и Хатти. Это интересная тема. Здесь есть Кинг, там, Мона, например, какая-то. Да, типа, Зелдрис, Демоны, все остальное. Эксиурнир, ну, это Архи. Ну, сплю. Мигельда, ладно, кстати, вот здесь может Мигельда, типа, сразу. Работать, но. Ну, красная Мигельда может здесь работать, потому что мы ее ставим на место, типа, синей Мигельды. И она так же сам будет работать, и мы все равно будем получать стаки. Мы будем получать лишние стаки. Ну, я не знаю, честно. Вот у меня на данный момент просто непонимание, куда. На Хрёст Вейерга у нас есть Мигельда, синяя, которая офигенная. Эксиурнир у нас змея есть. Зачем вам, кстати, еще дополнительно сверху красную Мигель, для того, чтобы получать еще больше, там, типа, жира, чтобы у нас было прям овер до хрена статов хп-шных. Но у нас есть и так команды. Типа, Олень это самый, один из самых простых бестов. Один из самых... Коли и Хати здесь больше урон нужен, здесь тонар и урон. У нас уже есть тонар, которая делает почти то же самое. Она делает то же самое. Только, ладно, у нее, как бы, типа, и урона от карт нет. Просто, типа, вот, эти вдвоем и два дамагера. Все, волки отлетают. То есть, типа, с Коли и Хати, они проходят как раз на том моменте, когда у вас хватает ДПС для урона. Хватает ДПС для урона, все, отлично, с Коли и Хати, типа, уже не проблема. Нитхиок пока непонятный. Да, дается дополнительные хп-статы. Ну, блин, а где урон брать? Там ввели новый сет-карт, который, кстати, я еще не собрал пока что, потому что я последнюю карту еще не купил с магазина ПВП. Вот. Типа, связанность атак-характеристик до 15% на демонических бестах. Типа, это очень сильный сет-карт. Он лучше с оленем. Потому что олень дает 10% базовых характеристик, здесь 15% атак-характеристик. И это очень сильный сет. Это реально сильный сет. Вот, но если хватает, выживаете. То есть, по идее, так как нам нужно выловить две карты с Коли и Хати, собрать этот сет, после чего мы берем красную Мигельду и идем фармить змея. Чет, мне кажется, это... Блин, это настолько нелогично, непонятно. Я понимаю, что Мигельда, это, грубо говоря, это халявно. Это халявная замена Фреи. Потому что у Фреи... Фрею мало, во-первых. Мало кто крутил. Во-вторых, мало кто крутил ее с хорошим ультимейтом. И третий, мало кто еще умудрился на нее, типа, сделать релик для того, чтобы нормально проходить Нидхиога. То есть, нам нужно начать проходить Нидхиога для того, чтобы сделать релик на Фреи для того, чтобы проходить Нидхиога. Мне кажется, логика сейчас вышла из чата. Как и половина зрителей, потому что они смотрят и такие... Что ты несешь? Это они вводят, так, Мигельду, типа, халявную замену Фреи, которая, по идее, как должно помочь гриндить Нидхиога, но все еще непонятно, зачем ему гриндить Нидхиога. То есть, типа, ладно, этот персонаж, который, по идее-то как, должен помочь гриндить Нидхиога, мы отказываемся от Архангел Тима, потому что у нас будет неизвестный персонаж формации, который полностью ломает и Маэля, полностью ломает, типа, Фрею. Типа, мы от этих двоих персонажей отказываемся, будем играть Красной Мигельдой, нам нужна какая-то формация под... Ну ладно, типа, Мела, Тмела можно вернуть. Ну я не знаю, Архи хороши еще. Короче, вообще непонятно, это получается, типа, новая Мигельда, это... Типа, Фрея для бедных, типа, такого плана. У вас нет Фреи, у вас нет релика на Фреи, вот вам Мигельда, короче, вы можете гриндить Нидхиога. Пока не знаю, будем ждать, типа, новые релики, возможно, появится смысл больше уделять внимание Нидхиоге, если здесь появятся хорошие релики, не вот эти вот, и Фрея, которые, типа... Мне больно на это смотреть. Мне реально просто больно на это смотреть. Я не понимаю. Я в замешательстве. Но, возможно, сама по себе Мигельда-то неплохая, я сейчас просто на нее накручиваю все остальное. Окей, хорошо. Баннер. Сигурд-змея. Ладно, змея, старая Мигельда, можно присмотреться, они уже профитно доказали свою ценность, скажем так. Сигурд нет, Скади нет, Капитан Мел больше, чем Фан. Нет, нет. Она и так падает. Нет, он и так падает. Витрина тоже ни о чем. Единственное, что радует, это, что это степ-баннер. То есть на 242 гема максимум. Вам обойдется красная Мигельда, если она вам будет нужна. Я попробую сделать видос, прокачать Мигельду быстренько, первые два дня выпустить, возможно, даже первый день, выпустить видос с красной Мигельдой, есть ли от нее смысл или нет, но я пока не вижу от нее толку. Вообще не вижу толку. Ну, то есть... Ну, это фрейд для бедных, для змея, который никому не интересен. Все. Вот так вот можно описать этого нового персонажа. И, к тому же, если верить, типа, геймвизу, типа, тоже, типа, корейский, либо японский сайт, я не знаю. Б, Б, С, С, типа, С+, это, типа, ее валуи на бестах, да, типа, ее скиллы и все остальное. 82 по ХП, 65 по БК, 76 по обороне и 68 по атаке. Это просто полнейший середняк. Ну, то есть, даже если мы ее получим, типа, с реликвией и со всем остальным, это просто посредственный перс в плане статов. То есть у нее нет статов. Вот, нет чего такого, типа, выдающегося, значимого и все остальное. Вот, реально, типа, я кручу. Вот, типа, тот же самый Эсконор, да, типа, который хорош по атаке, БК, но очень хренов по обороне. То есть, да, у него, типа, все, типа, СС+. Вот, он 114 по обороне, второе по атаке, 16 по АЗ и первый по БК. Типа, это Эска. Ну, типа, здесь понятно хотя бы к чему уклон был. То есть, та же самая Фрейя, она сейчас занимает вообще второе место в этом всем списке всех персонажей в плане БК. А, вторая по БК, 17 по ХП, 36 по обороне и 4 по атаке. То есть, в принципе, крайне хороший, сбалансированный персонаж, который, видно, что это новый персонаж. И нам выпускают новую Мигельду, которая даже в первую 50-ку ни почем не попала. Синяя Мигельда лучше. Даже старая синяя Мигельда, типа, она лучше. Ну, короче, я не знаю. Я вот серьезно, типа, в этом плане, типа, я красно Мигельду вообще не понял. Если бы у нее еще был параллельно, типа, к вот этому, типа, дописанию, так как, типа, был, типа, в сливах все остальное, Станар, которая делает все то же самое, типа, увеличивает ХП-статы, заполняет ультимейт-орбы, но еще как-то бы ранхапала карты, раз мы получаем не 40%, а 30%. Ранхап карт для того, чтобы персу было проще собрать голдовую и выйти дальше на следующую фазу? Ну, нет. 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 В сливах было лучше. Типа, ранхап тогда давал возможность очень быстро проходить змея. А новая Мигельда не даст этого и возможности. Она даст немножко выживаемости, но урон ищите сами. Ну, я не знаю. Я разочарован. Вот, честно скажу, это один из первых персонажей, от которого я разочарован. Потому что у нее есть интерес, есть Валуев, но от нее дамага так же самое, как от синьей латы. У нее такой же самый скилл на истощение шкалы суперприема, который не дамажит. И то же самое дебаф и баф типа на все. Единственная разница типа то, что здесь ультимейт дает нам охренительную плотность в связи с 30% связанных с обороной характеристик. А там нет. Там просто немножко азешки и хил. Ой, у меня горит, у меня горит, у меня типа вот эта элата, которую типа я недавно только сделал низ юарным, до этого проходил без юарного низа. Сворчится и интересный, ну ладно, типа у меня Фрея есть, ну типа нет, хёк никому не надо. Короче, я Букурчу, мне новый персонаж не нравится, мне не нравится баннер, куда его запихнули, вот, я крайне недоволен малой, очень недоволен, непродуманно проработанный персонаж, просто два скилла, просто скоммунижена типа у синей элаты, почему, зачем, я не понял. Ну это просто копипаста, пассивка просто копипаста релика, и то даже хуже, потому что с 6 до 30, а не 4 по 10. Тебе до 30, а там до 40 процентов, то же самое и ультраж, зачем ультраж, я тоже типа не особо понимаю, ну да ладно, это разрабы им наверное виднее, вот. Ну возможно, типа мы будем ультражить постоянно, у нас постоянно будут ульткарты в руках, ну типа и потому, что типа мы будем постоянно скидывать карты, скиллы, типа постоянно у нас будет типа заполняться шкала суперприема, и это не так, что типа ты 4 карты скинул, и на там все. Возможно, это будет типа от этого большего, я надеюсь, и выживалите, окей, хорошо, ты нам даешь выживалите, но тебя нельзя поставить с Фреей, ее нельзя поставить с Фреей, типа в этом проблема, Фрея, Маэль, офигенные дамагеры, Валькирия полностью ломает это все, пусть она раса неизвестной, она ломает, типа Тиму Архов, и нужно подбирать других персонажей, типа Тмэла, к примеру, да, возвращать, хотя Маэль куда домажнее, его ультимейт нам очень сильно решает на змеи, очень сильно решает, я сделаю типа разбор того, как типа 6 Маэль чувствует себя на змеи, чисто сделаю по фану, типа видос, потому типа как, как меня пытаются убивать на змеи, это рогодный контент, а вот это я не понял, я, возможно, это плохой видос, возможно, может, я просто не понял персонажа, может, мне есть интерес, смысл, все остальное, пишите ваше мнение в комментариях, мне интересно пошел послушать ваше мнение в комментариях по поводу Мигельды, потому что у меня очень большие сейчас к ней вопросы, типа где искать урон, когда у нас в формации стоит Мигельда, у которой здесь нет урона, здесь нет урона, ультимейт первого уровня, серьезно, тебе получить одну копию с витрины, типа там первый, первые два мультика мы получаем за 31 гем, это уже хорошо, типа выбить ее одну копию и забить, я, я расстроен, пишите мне ваше в комментариях, я послушаю, мне интересно будет, что вы скажете по этому поводу, потому что я пока разочарован, очень разочарован, вот, и у меня сломалась логика разрабов, де-факто, ну то есть в голове у меня была какая-то логика разрабов, но сейчас этот персонаж, он просто скидно смотрится, ну ладно, может я мало видосиков про нее смотрел, и она оказывается очень крутая, я не понимаю, если вы такое что-то видели, тоже пишите в комментариях, типа мне будет интересно это почитать, вот, ну а на этом все, спасибо большое за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, сделайте, кнопку подписаться серой, вот, ну, а с вами был Гамбит, еще увидимся, до скорого,